А брать будущую? ВНУ начали прием документов. У абитуриентов остается меньше, как неделю, чтобы выясниться с выбором. Про новые специальности, которые селета появились в гомельских ВНУ, доведилась Вероника Гамзюкова. При уведении новых специальностей в ВНУ упор на IT, бизнес-сферу и коммуникации. Так, Международный университет МИЦО с этого года начинает рихтовать специалистов по лингвистичным за обеспечением межкультурных взносинов. В Белдуте студенты смогут выучать информационные системы и технологии в бизнес-менеджменте. Отриманные веды позволят работать программистами-бизнес-аналитиками. До речи, перед подачей документов уси абитуриенты Белдута проходят с умови. В нашем университете выстроена своеобразная система профориентационной работы уже на стадии даже подачи документов абитуриентов. Мы находимся в аудитории, где проводится профориентационное собеседование с абитуриентами. Мы рассказываем им о том, кем они будут, какая работа их ожидает. Исходя из этого, ребята ориентируются и уже подают на ту специальность, которая действительно им была бы интересна. Наиболее востребованным специальностям на сегодня абитуриентов являются наши классические специальности. Это организация и управление перевозками на железнодорожном транспорте, а также тяговый подвижной состав. У ГДУ имя Франциска Скарыны так само з'явились новые специальности – бизнес-администрование и экономичная информатика. Студенты будут проходить подрыхтовку в сфере кирования эффективными бизнес-процессами и ведения электронного бизнеса. Кроме того, с этого года у ГДУ начнут рыхтовать и тренеров по легкой атлетации и футболе. Это уникальная специальность для региона. Ранее подрыхтовкой тренерских кадров займался только Белорусский Державный Университет физической культуры. Одной из особенностей данной специальности, спортивно-педагогической деятельности, является необходимое достаточное условие, чтобы абитуриент имел не ниже третьего разряда спортивного, чтобы поступить на данную специальность. За первый день документы в Белдуд подали около 250 человек. У ГДУ имя Франциска Скарыны около 500. В приемных комиссиях лично, что в этом году конкуренция будет больше высокая. Усяго, высшейшие научальные установы плануют принять омаль 55 тысяч человек. Чекается, что на бюджете будут научаться 26,5 тысяч студентов. Я буду поступать на специальности тяговой состав железнодорожного транспорта, электрический транспорт и метрополитен. Об этой специальности, которую я хочу поступать, знал уже давно, но вот они посоветовали еще несколько и рассказали более подробно, что будем делать здесь. Меня очень рада, я ждала этого дня очень долго, переживала очень сильно. Социальная педагогика, ты работаешь с детьми особенно, это мои, так сказать, любимые деточки, с ними работаешь, с ними так хорошо, уютно. Сразу поняла, что такая профессия мне подойдет. Подала документы на факультет иностранного языка, потому что я считаю, что английский язык сейчас очень современный и он нужен. Мама, наверное, больше переживает, конечно, это очень волнительно, это такой серьезный шаг в жизни каждого человека. Но к нам хорошо здесь отнеслись и помогают и поддерживают, успокаивают, что все будет хорошо. Этот этап уступной кампании будет продолжиться по 17 липеня. Высшейся научная установа силовых структур, а так само творчая ВНУ, примает документы до другого жнивня. Вероника Гомзюкова, Валера Игапанько, телерадуя кампания «Гомель».